Здравствуйте, дорогие друзья! Мне вновь очень приятно приветствовать вас в информационном блоке от Славянской Церкви Двитисов 7 дня, здесь в городе Сакраменто. Как всегда, начну с информации о предстоящей суббоне. В эту субботу проповедует в нашей общине пресвитер нашей церкви Анатолий Бегас, и я очень рад, что Бог использует его для этого служения. Молитесь, чтобы Дух Святой особенным образом говорил через Него к нашему разуму и к нашим сердцам. Хочу также напомнить, что у нас открыт фонд для помощи Украинской Церкви в приобретении молитвенного дома. Этот фонд будет открыт еще эту субботу, и мы будем вам очень благодарны, если вы сможете поддержать этот проект. Также напоминаю, что вечер Господня в этом квартале будет 18 марта. Планируйте таким образом ваше время, чтобы вы не пропустили это служение вместе с нами. Хочу также сказать, что начиная с этой субботы, мы открываем регистрацию на встречу женского отдела, которая будет проходить в Леоне Минус в последний уикенд марта месяца. В бюллетнях, когда вы придете в общину на благослужение в эту субботу, вы найдете QR-код, наведя на который ваш телефон, вы попадете в регистрационный бланк, где вы узнаете информацию о цене, об условиях, что для этого нужно, и как бы там будет все необходимое для вас информации. Если же вам сложно пользоваться этими современными технологами, просто подойдите к Светлане Балкан, и она даст ответы на все ваши вопросы и расскажет, что там и к чему. Спикером главным на этой встрече будет Наталья Друмин, так что я уверен, что эта встреча будет очень полезной, познавательной и интересной. Дорогие сестры, не пропустите эту возможность быть на этой встрече от женского отдела нашей общины. Также хочу напомнить, что нам все еще нужен каменщик. Я несколько недель тому назад объявлял об этом. С этой просьбой ко мне обратилась Лариса Кровец. Ей нужен мастер, который умеет ложить кладку из кирпича, чтобы построить забор. Поэтому, если у вас есть такие навыки, и вы хотели бы заработать чуть-чуть денег, то, пожалуйста, обращайтесь к мне по этому номеру телефона. Есть еще одна информация. Есть возможность снять комнату в просторном апартменте. Это предложение для парня. Поэтому, если вы, одинокий парень, ищете недорогое жилье, то, пожалуйста, обращайтесь по этому номеру телефона. Это номер телефона Тищенко Натальи. И вы сможете с ней обсудить цену, условия и все, что для этого необходимо. Будем очень рады, если сможем вам помочь таким образом. Несколько слов о молитвенных просьбах в этот раз. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Ольгу Казаренко. Также продолжаем молиться за нашего брата Богдана Сыпьюка. Напомню, он не так давно попал в автомобильную аварию. И только в эту пятницу должны сделать ему операцию на колено. Очень надеемся, что все так и будет, потому что при его травме нужно было бы делать операцию на протяжении 14 дней. А это уже третья неделя. И хочется, чтобы опять не перенесли эту операцию, чтобы все прошло благополучно. Поэтому, пожалуйста, молитесь за эту операцию и за его полное восстановление. Также хочу, чтобы вы и дальше молились за нашего брата Даника Колодья. Я знаю, что в нашей церковной группе вся эта информация была. Вы знаете, он попал в emergency на этой неделе. Но, слава Богу, он уже дома. Родные и близкие очень благодарят за то, что мы молимся за него. Прошу, и дальше вспоминайте о нем, чтобы он полностью восстановился. Также мы молились за нашего брата Олега Колбача. И мы говорили о том, что, слава Богу, операция прошла благополучно. И мы делали операцию на желчный пузырь. И тоже сейчас как бы период восстановления. Так что прошу, пожалуйста, молите за него. Еще просьба. Ну, немало людей болеют. Такая вот погодка сегодня за окном. Несмотря на то, что сегодня первый день весны. Но у нас холодно. Я хочу показать вам видео, что нас весна встретила зимой. И это, с одной стороны, очень приятно. С другой стороны, хочется уже, наверное, и тепла. Но мы знаем, что у нас в Калифорнии календарь работает чуть по-другому. Тут весна начинается где-то 21 марта. Так что зима еще имеет полное право радовать нас дождиком и прохладой. Думаю, что летом мы будем обо всем этом вспоминать. Но все же вот такой перепад температуры приводит к тому, что многие люди заболевают. И я, как вы слышите, в том числе. Поэтому молитесь, чтобы Бог укреплял народ свой. Чтобы мы все восстановились и с радостью могли встречаться друг с другом, представляя нашего Небесного Отца. Конечно же, мы не перестаем молиться из-за окончания войны в Украине. Так хочется, чтобы этот конфликт пришел к своему завершению. Надеемся, что этот год будет завершающим в этом вопросе. Ну и в заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 1, 1 и 2 стихи. И тут сказано. Блажен человек, который не следует совету нечестивых, не стоит на пути грешников и не сидит в собрании насмехающихся, но в Господнем законе находит радость, и о законе его размышляет день и ночь. Дай Бог, чтобы и мы были этими благословенными людьми, которые в своей жизни волю Божью ставят на первое место. Всего вам хорошего, дорогие друзья. До встречи в эту субботу в нашем блуме молитвы или же в прямом эфире. До свидания.